Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Это канал «Слово пацана» и это продолжение истории про пожилую женщину Людмилу Степановну, которая живет фактически в курятнике. За моей спиной машина, это не наша машина, это машина ребят, которые приехали для того, чтобы почистить ей старинный колодец. Это такой наш первый, первый шаг в этой истории. Если вкратце, да, просто расскажу, она живет здесь в курятнике. Здравствуйте! Здравствуйте! Это мы, Рома и Дима. Собственно говоря, вот у нас колодец. Василий постарается почистить колодец. Посмотрите вообще его ситуацию. Это колодец, я так понимаю, совсем старинный, да? Да, лет 60. Вообще, конечно, с ума сойти, такой узкий, маленький колодец. Просто обычно сейчас же колодцы, они большие уже с кольцами, а его, получается, копали раньше вручную и вот так обкладывали кирпичом, да, снизу? Да, без раствора, без ничего. Такой вопрос, значит, здесь проблема, во-первых, ну, вода там не самая хорошая, потому что все попадало и уже стало гнить, это понятно, да? И еще там мало воды, то есть время от времени он может пересекать. Вон, да, и место есть его. Сейчас где-то будет метр, может, полтора грязи. Ага. Если что, я еще углублю. То есть, если его почистить и, возможно, еще углубить, то он еще послужит. Конечно. Зачем? Я бы этим не занимался. Ага. Не, просто в моем понимании, что, может быть, колодец уже все, знаешь, там, как бы, потому что... Но пока вода есть, это не может, даже если воды нет, можно еще упустить. Ты что, начинающий или уже профессиональный? Мы? Кто? Колодцы, колодцы деятели? Я не знаю, чему-то деятели. Не, мы, мы не, мы не начинающие. Чистил, а что это не почистил? Видят? Да. Ну, к вам жили, вам работу дать. А вас подумали. Мы же заботливые. Что вам дом сидеть в Греции? Мы подумали, нефига. Надо всем чуть-чуть работу давать. Вот, а вас подумали. Вот, правильно. Ну, конечно, с водой немного. Ну, я так смотрю, что вообще воды надо... На донышке. Ты же не знаешь, где там донышко заканчивается? Ну, тоже не знаю, да. Я пока там... На донышко. На взгляд стреляю. Колодцы мастер, Сергей. Эксперт, да? По колодцам. Вот, то есть вода пошла откачиваться оттуда. Все, вот туда вот. Значит, сейчас мы откачиваем колодец. Видишь, уходим постепенно. Я уже в одном колодце лазил. А я полюс. Да. Я ни разу не был в колодце. Ни разу. Внутри. Пока, ребят. Хотя ощущения. Тут, конечно, глубоко. Не, если какая-нибудь страховка была бы, знаешь. Мы тебе руку подадим. Я бы с удовольствием. Я, короче, буду сверху, Серегу за руку держать. Да, Серега меня за ногу меня будет держать. Я вниз. А ты будешь чистый. Мы попробуем со впустителями. Вот легкий ром будет вниз. Ты следом, я вас буду держать. Да, конечно. Вот ты-то как раз опустишь нас. То есть, это какая-то конструкция для лебедки, что ли? Ну, да. Ну, вместо вот этой, я так понимаю, да? На нее лучше... Просто я это не хочу, что-то мне не нравится. Ну, да-да-да. Я поддерживаю. Нормально? Вот, так это для ведра, чисто. Ну, а. Ну, я вот просто поставлю. Тебя просто скинем так. Я, да, могу. А вы здесь, в селе, общаетесь с кем-нибудь здесь, с соседями? Или вот вы сказали, что я как изгой. Это же со всеми людьми так? Или есть у вас здесь какие-то... Ну, есть какие-то люди, которые ко мне благовольт, я им отвечаю тем же. А если кто-то на меня наскакивает, я могу промолчать, но иногда тормоза не срабатывают, понимаете? А людям это не нравится. Могу правду сказать человеку в глазах, а это не всем нравится, понимаете? И начинаются эти самые разговоры, приговоры, наговоры, и все, что хочешь. Так, нужно, короче говоря, их одеть просто так вот, да? Ну, чтобы ты хотя бы там в галошку сразу наберешь. Ага. Илья, был? Да, я сейчас... Тебе подогнали. Тебе подогнали. Тебе полезут туда. Серьезно? Да, договорился. Тебе подогнали. То есть, из твоих уст мы, по сути, услышим, что ты там видишь? Ну, да. Да. Хотя я не уверен, что я там что-то увижу, но... Все не чистое, смотри. Да, я понимаю. То есть, ты должен сюда внутрь сесть и как на качели в кругу гулять. Ага. Ну, типа... Подержишь, пожалуйста? Сейчас я просто посмотрю. Вот, сейчас просто здесь. Ты прям впрыгиваешь. Типа, сейчас... Просто в первую, без разницы в другую. Так, хорошо. Вот сюда зайди, в нее. Так, и сюда вот так? Сюда упирайся сейчас. Вот сюда. Целиком полностью, да? Да, жопусь, иди сюда. Как на качели, вот. Все, сел. Сейчас, подожди. Я по ним чуть-чуть не взял пускать. Вот, дожди-ка. Так. Все, висишь? Я сел. Так, ну, понаре одевай. Камеру сам дашь. Дашь? Только медленно, ладно? Ну, да, он быстренье пускает, потому что. Так. Так, а я вешу. Полностью повис. Сейчас я опускаюсь в колодец. Все, треска не бойся. Да не боюсь. Не боюсь. Пипец он узкий. Просто нереально. Ну вот. Просто опустился. Еще пониже. Ага, хорош. Еще чуть-чуть. Еще. Еще. Ага. Так. Я опустился. Для чего? Для того, чтобы вам наглядно показать. И самому увидеть, потому что это суперлюбопытно. Вот, собственно говоря, вода. Во-первых, вы видите, какая она мутная. Понятно, что это сейчас я взгаламутил здесь вот этот вот насос. Но здесь валяются всякие штуки. Вот, что-то такое тут. Какая-то хрень. Дно заилиное. Ну, в общем, короче говоря, удивительно, да? Это просто старый колодец, который, ну, или 60-70 назад был сделан. Такие вот тут свиньяк, смотрите. Такие тут старые, в общем, кирпичи. Почистим, и будет хорошая вода, надеемся. Я думаю, что я все. Оп, блин, меня поднимают. Офигеть. Такое место просто. Подарок. Все, птицка закончилась. Да, почистили. Так, я аккуратненько вылезаю, да? Держи. Серег, теперь твоя очередь. У вас вылезает крот Рома. Давай, Ром, получается, давай-давай. У меня смена надежды, если чего нет. Я хочу к вам в бригаду. Я буду... Поехождение вам колодки кипнуть. Самый бесстрашный. Иногда по два, по три. А, у меня такой не было, вот, на титке. Я не даю маленьких условий. А вот ты туда погружаешься, ты там что будешь делать? То есть доставать это все руками? Ну, конечно, ведрами все будет. А, ведрами. Ага. Прям без остановки? Да, я очень. Даже не влоги. Не, у меня, может, было тоже без остановки. Когда мы стали искать людей, кто бы мог почистить колодец, это оказалось не самой простой задачей. Мы зашли на Авито. И там просто очень много объявлений, кто бурит скважины, делает колодцы, вот эти современные, новые. Но найти человека, который бы, ну, или бригаду, да, которая бы именно реставрировала старые кирпичные колодцы, это не так просто. Но все же на Авито мы нашли такого специалиста здесь, в Краснодарском крае. Таких ребят, которые в итоге сейчас занимаются чисткой колодца. Авито это вот те сервисы удобные, полезные, которыми мы сами пользуемся прямо в моменте. Прямо вот пользуемся им, когда нам нужно. В нашей жизни, в наших историях. Там огромный выбор разных специалистов. Причем действительно можно найти вообще много всего. И много разных специалистов. Это надежно, это удобно, это полезно. Поэтому Авито обязательно пользуйтесь. Ссылки на Авито будут в описании под этим выпуском. А еще на Авито можно купить различные товары. Например, нам очень нужен накамерный свет. Давайте посмотрим, какие варианты сейчас есть. Ставим поиск по Москве. И так как мы уже не первый раз покупаем с Авито доставкой, ей воспользуемся. Покупка происходит в три клика. Нужно выбрать пункт выдачи, ввести данные получателя и оплатить. Все просто. Первое. Оформили доставку интересующего вас товара. Получили посылку в указанном пункте выдачи. Там, кстати, можно осмотреть сразу вашу покупку. И в случае, если товар не подойдет вам по каким-то параметрам, то можно от него отказаться и вся сумма вернется обратно. И, наконец, третье. Подтверждаете оплату и она приходит продавцу. Вот таких три простых шага. Пользуемся Авито, потому что все просто, быстро и безопасно. Переходите по ссылке в описании. Это Людмила Степановна написала здесь. Вот написано автобиография, тезисы. Мы когда с ней общались, спрашивали ее про свою жизнь, она рассказывала, рассказала довольно подробно. И все время говорила, вот я слишком долго говорю, я сбиваюсь все время. и в итоге, обратите внимание, она просто взяла и написала, вот всю свою жизнь на двух страничках. Представляешь, как, Серега? Твоя жизнь, она вместится на сколько страниц? Два-три слова. Давай, давай, два-три слова. Я скромный. Мне 31 год по жизни. Летаю туда, куда меня прет. Помощь нужна. Ну да, я могу спуститься. Ну вот, берег лопатой. Ты ему туда кидай прям. Вот оно. Вот, смотрите, Людмила Степановна. Достаем постепенно то, что там гниет и то, что воду вашу портит. Какая-то резина у вас там в колодце. Ну, какой-то коврик, видимо, там был, да? Нет. Камера с камазанами. Вода-то как бы забирает все эти вкусы наверняка. Здесь железо, какие-то палки, кирпичи. Ну, кирпичи, понятно. Резина. Как-то туда это упало. Ох, и звуки. Самое главное, чистые. Вот это мы все оттуда достали. Да. Помимо грязи, что там еще? Пакеты, доски. Вон, старая кружка, когда раньше пили, еще, наверное, с ним. В принципе, ничего такого не было. Ага. А что такое самое необычное находил в колодце? Вообще? Гранаты, мины. Гранаты, мины? Ну, ружья. Серьезно? Это в основном такие немецкие колодцы. Немцы копали или турецкое что-то такое. Это ближе к Геленджик, туда. Гранаты раза два находил. По 6 штук. 6 в одном колодце, 6 в другом. А из ценного? Ну, из ценного искал целенаправленное кольцо. Муж выкинул кольцо, посорил со женой, потом помирился. Занял меня на стороне найти кольцо. Ну, по сути, такой важный этап мы сделали. Колодец, который старый, которому 60-70 лет, он теперь функционирует. Теперь там полтора метра уровень воды будет на постоянку. И сейчас его еще обеззаразят от микробов. Да. То есть, это просто марганцовка посыпь, да? Марганцовка, да. Просто марганец. То есть, она для желудка не вредна, ничего, ну, микробус все убивает. Все гнило, вот это гниливо, оно все плодится. Кружка. Да я понял уже, что кружка. Железная, да? О, да. Прикольно. Остатки кофе. Кофе? Да. Чувствуешь? Черный, да. А Сережа тут начальником, да? Да, я у них начальник, руководитель. Конечно, конечно. Я, чтобы они себя хорошо вели, я все-все-все. Не, он наш начальник. Вы спрашивали по поводу нашего начальства, вот это вот, собственно, персоной приехал посмотреть, летозреть. Все хорошо сработано? Да, примерно. Сергей, как оцениваете? Начальная часть работы сделана успешно. То, что мы сделали сейчас, это не лишнее? Ну, конечно. Нужен вам колодец? Да. Все, это самое главное. Как я уже сказал, мы его еще облагородим. То есть, теперь в планах уже сделать до конца. Мы хотим поставить здесь вот это вот кольцо одно, невысокое, чтобы туда внутрь не затекала вода. И сверху сделать какой-то домик, чтобы можно было и, ну, в общем, завершить полностью работу. Удивительно, что когда мы звонили в разные фирмы колодцев, все говорили, что да нужно вот этот, типа, закопать и новый вырыть. Новый вырыть, но это в среднем 1060, правильно я говорю? В среднем, вот мы смотрели 1060, и то может быть больше, если слишком глубоко. Плюс домик еще сверху поставить, там, да? 13 домик, 1013-15, в общем, короче, мелочь, но тык-тык-тык, и ближе к сотке уже может выйти. Это просто, чтобы вот сделать новый колодец. Дело номер один сделано. Друзья, важная информация. Как вы знаете, многие из историй, которые выходят на нашем канале, не были бы возможны без вашего участия. Один из видов вашей поддержки всегда была функция спонсорства на Ютубе, но на днях Ютуб отключил эту функцию и обрезал всех спонсоров. То есть, все спонсоры с канала постепенно уходят, отписываются, как только приходит время очередного платежа. Информация для тех, кто был уже спонсором нашего канала на Ютубе. По ссылке в описании есть аналогичная платформа, которую мы сделали, где можно также по уровням стать участником всей нашей движухи. Далее, номер два. У нас есть социальная сеть вместо теперь Инстаграма. Это Телеграм-канал. Опять же, по ссылке в описании все это есть. И вместо Ютуба, который, вероятно, может закрыться, у нас есть Яндекс.Дзен. И туда мы будем выкладывать в том числе некоторые моменты, которые на Ютуб попадать не будут. Прямо такие полноценные ролики истории. Поэтому подписывайтесь на Яндекс.Дзен, на Телеграм. И огромное спасибо спонсорам канала за участие теперь уже через новую платформу. Мы продолжаем эту историю. Кстати говоря, в этой же истории участие спонсоров очень важно, потому что мы задумали глобальное решение ситуации здесь. мы сейчас отъехали от бабушки Лидии Степановны. Дело в том, что она нам рассказала, что она заказала корм для своих птиц. Сразу много мешков. И этот корм это довольно такая большая статья ее расходов. Прямо большая часть пенсии уходит для того, чтобы покормить всех этих уток, гусей, петухов и прочее. И мы сейчас созвонились с человеком, который должен сегодня привезти этот корм и хотим перехватить этот корм, заехать, купить у него его самим и привезти. Возможно, даже привезти еще больше, чем она заказала. Мы уже подъезжаем по адресу. Собака уже побежала. Я вижу. Я тоже вижу. Ну ладно, я тогда жду вас. Давай, Адим. Так. Аккуратней, Сергей. Здравствуйте. А мы вам звонили вот. Здравствуйте. Давайте, знаете, как сделаем? Чтобы я не таскал тут, я сейчас в машину кину и выеду. А вы вот так вот раз и ставьте, чтобы я прямо выеду из правой стороны через дверь и к вам перегрузил. Да, хорошо. Договорились. Госян. Пожалуй. Что, там собака? Открыли ворота? Я сейчас могу. Давай вдвоем, вдвоем берите. Да вдвоем неудобно. Только не сильно кидай, Серег. Чтобы не пылить, слышишь? Нормально, нормально, да, Серег? Закроется. Вот тебе единственный, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, семь. Может, еще один? Я понял. Давайте еще один. Кукурузу. Ту-ш-ти, как кукурузу. Ну да, давайте еще один кукуруз. Идишь, конечно, все. Я давно это по животу не ловил. Да, я на теории, чтобы погладить по животу. Ай, на полный желудок. Какой звук был. Пустой? Да, реально. У Сереги, знаешь, там просто пустота. Давай, Серег. Так. Машина не наша, да? Не жалко. Да, да, да. Можешь вообще. Дрова можно для нее возить. Можем. Все, отлично. Так. Пять. А, пятьсот шестьсот. Все, спасибо. Да, на свидание, спасибо. Мы затарились кормом. Причем, взяли что-то даже на один мешок больше. Ну, интересно, раз в какой период она заказывает это. Ну, вообще, если пенсия у нее сколько там? Тыс десять, она говорит. Говорит, полпенсии. Полпенсии курам, уткам. Так, мы что, проедем через эти заросли великолепные? Да, тогда я потихонечку поеду. Сейчас стиганет, Серег. Боится, смотрика. Ай, боже. То, что там есть ило из забора, ой, из колодца повытаскивали, его там вдоль забора было уложить бы. То, что там посреди это куча двора, весь вид скорцев. Слушай, ну, очень важный момент, что вот тот беспорядок, который мы все видим, это очень важно понимать. В ее-то понимании, ну, это не то, что порядок, но там у каждого какого-то предмета есть свое место. То есть, слишком сильно ворваться туда, понимаешь? И навести там какой-то вот, ну, не так, как она хочет, это тоже неправильно. Согласен? Согласен. Поэтому, идея хорошая, давай сделаем как? Кирпичи, железяки валяются, положите как в одном лесу, да, она скажет. Ну да, то есть, навести порядок на ее участке, Серега предлагает, это отличная идея, но только спрашивая ее, хорошо, о том, как лучше сделать, что лучше не трогать, правильно, да? Да, да. Правильно, Дим, я... Правильно, ты понял начальника, все это правильно я понял. Ну вот, начальник, начальник плохого не посоветует. Мы, короче говоря, пересеклись с человеком, который должен был привезти к рубу, привезли ее. Куда ее выгрузить? Мы привезли. Ну, конечно. Сюда. Сюда, да? Сейчас я тут... А то вот это... Нет. Берем с двух сторон, аккуратненько. Вот, берем так, а я с этой стороны. А, ты... Хватай! Хватаю! Так, пойдем. В дверь входим, не в стенку, а в дверь. Понял. Да, да, ну, поднимайся. Вот, давай, давай. Так, куда? Куда? Вы мне начальнику говорите. Чего там у тебя такое в кармане? Здесь, в каком? Ну, вот здесь, покажи. Ну, покажи, что в кармане. Да что ты интересующий, что в чужом кармане? Ну, покажи. Хорошо. Дай кулачок. Сожми. Сожми сначала. Слышь, ты что, ну, воровал, что ли? Видите, в чем дело? Вот, Сергей, мы когда ехали, ну, мешок, один он съел. Пару штучек возьму, да? Канарейки помесешь? Да, от вас, вы не нанибудь хорошие. Сейчас Серега пока ходит, у него мыши заведут с кармана. Там на один мешочек больше, чем вы заказывали. Но мы взяли на себя смелость и взяли вот не цельную кукурузу, а вот этот помол дополнительно. А, вон, все, я не считала. Пять мешков вот этого помола и три мешка кукурузы. Спасибо. А? Ты сейчас себе принесла. А, нам не нужно, спасибо. Ну, как не надо, вы же затраты. Ну, ничего страшного. Не надо нам. Не надо, в этом и смысл. Ну, ничего страшного. Это история, знаете, она немножко особенно тем, что бабушка, которая здесь живет, она, ну, она отличается от многих людей, которые живут, ну, в таких вот прям вот ужасающих условиях. Отличается чем? Отличается своей здравостью ума. То есть, это человек, который, ну, знаете, как это часто бывает, если прям откровенно сказать, что люди, которые живут в таких условиях, они, как бы это выразится, но немного странные. А здесь история не такая. Здесь человек образованный. Здесь человек понимающий, полностью понимающий ситуацию. Но другого выхода-то у нее нет. И как-то так вышло, что были какие-то попытки ей помощи. Вот ей привезли, допустим, вагончик. Но этот вагончик не пригоден для жизни. И получается так, что один раз попытались помочь, не получилось. Как-то это не так было. Второй раз. И у Лидии Степановны уже опустились вообще руки. Она, ну, как бы, все. Она понимает, что ни на кого надеяться она не может, ни на кого рассчитывать не может. И вот живет вот так вот, в таких вот странных условиях, фактически в сарае. Вы стали писать, вы сказали? В смысле, какие-то труды или что ли? Да, господи, тут труды. Я думала, что будет заработок маломанский. Мне женщина тут местная принесла журнал, газету этим напомнила. А там было написано то самое явление, что объявляем конкурс на писание гимнозожен. А там побесел гоморал, 2000 года, видишь, такое вредное, да? И вы написали гимнозожен? Извините, а вы кто по образованию? Да, я не хочу это самое хвастаться там или что-то, несколько высших. Вот так вот, обратите внимание, просто на костре вот здесь вот Лидия Степана готовит себе покушать. Варит обычно на кашу. Ну или же готовит вот своих вот этих вот, свою птицу. Это как мясо, которое она ест. Прямо вот здесь вот, на костре, в этой вот закоптившейся уже кастрюле. Яички готовы. Сейчас мы перекусим. Нас Лидия Степановна здесь накормит, угостит. Вместе с ней отведаем. Это, кстати говоря, домашние яйца, но, как вы понимаете, не магазинные. Вот от этих вот друзей-товарищей. Наш такой скромный будет перекус. Все, лучше, может, тебе помочь очистить. Там ничего, не справится. Давайте, клюньте. Я всем добрый угощаю. Если сейчас кто-то к нам близко подойдет, пойдет вот в эту кастрюлю. Я с вами не шучу, понятно? Все, орать ничего, я сказал вам. Все, никто не подходит. Вот там и гуляйте. Знаете, здесь же вот в этой истории очень сложно сделать что-то прямо сразу, в моменте. Что-то такое, ну, глобальное. Как-то поменять это жилище на новое за одну-две недели невозможно. В следующем выпуске про эту историю мы поделимся с вами планами, которые у нас уже в итоге сформируются более глобальными по поводу этой ситуации. Ну, я думаю, что поставим, наконец-то, точку и доделаем историю с колодцем. Всем пока, всем до понедельника. По поводу колец звонили. Да, да, по поводу колец, здравствуйте. Еще раз. Ага. Здравствуй. Слушаем. Короче, 73 сантиметра есть высота. Два колечка. Одно 43, другое 30. Ага, то есть одно кольцо поставится на другое, да? Ну, да. А вы сможете завтра привезти в 10 утра сюда? Могу. Все, добро. Да, до свидания. Давай.